добрый вечер дорогие друзья если вы меня слышите нажмите пожалуйста плюсики поставьте плюсики спасибо большое но пока вопросов не очень много я мы в тот раз не ответили там на один вопрос сейчас мы с него и начнем паническая атака при вегетососудистой дистонии ну во первых вегетососудистой дистонии надо понимать сколько человеку лет после 20 лет уже никаких вегетососудистой дистонии не бывает это сложное такое психоэмоциональное заболевание при котором подсоединяется центральная нервная система я имею ввиду вегетососудистой дистонии и центральная нервная система и как правило у них низкое артериальное давление ну много проблем короче на уровне нервной иммунной эндокринной системы поэтому назначьте наши церебрумы и если человеку больше 20 лет нужно понимать что это никакого отношения вообще вегетососудистой дистонии мне кажется это ставится только в нашей стране когда не знают диагноза вот расстраивают ставят такой диагноз вегетососудистой дистонии вот поэтому нужно понимать сколько человеку лет начните с церебрумов вот и дальше потом напишите мне и у нас будет успокоен и гипоксии вот это еще дальше продолжите и все так сейчас мы посмотрим сидит там эта штука то это это я просто смотрю это были все старые вопросу сейчас мы найдем начало так так вот он тут здесь очень интересный вопрос просто по мужчине с гепатитом вот я хочу с него начать значит мужчина 42 года рост метр семьдесят два сантиметра переболел гепатитом ну не бы наверное а русская в и d анализы а лт с 17 а ст 64 билирубин норме фиброз 3 4 степени хронический холецистит желчном пузыре взвесь ко мне нет какие препараты нужно прибегать ну 42 года когда он переболел гепатитом b гепатитом d он переболел этими гепатитами 20 лет назад надо написать когда он переболел но судя по анализам значит у него высокая активность фермент ферментная высокая активность до сих пор сохраняется а лт норма до 40 практически в три раза повышена а ст тоже там до 40 тоже в два раза почти повышен но самое главное это фиброз фиброз это говорит о том что у него этот процесс идет ну вообще сочетанное когда переносит человек гепатит b гепатит d это не очень хорошо это всегда очень сильная аутоиммунная реакция у него будет то есть у него не было период ремиссии вот и фиброз 3 4 степени это почти пред цирроз то есть образовалась фиброзная ткань вместо гепатоцитов вот и в печень плохо выполняет свою функцию уже функции печени нарушена 3 4 стадии фиброза это практически пред цирроз печени вот но холецистит это все мелочи по сравнению с фиброзом 3 4 степени поэтому я не знаю какая там клиническая картина по другим анализам по самочувствию есть ли у него внутри брюшная гипертензия уже нет ли у него расширение вен пищевода нет ли у него асцита потому что фиброз такой степени уже проявляется и другими клиническими проявлениями но поскольку это ничего не написали любую людмила из мяса нам ничего не написала то мы порекомендуем зачит чтобы хоть как-то воздействовать и улучшить его состояние чтобы немножко чтобы хотя бы нормализовались ферменты потому что такие повышенные ферменты вот это а л т а ст как раз и говорит о том что у него продолжается разрушение его клеток и ферменты попадают в кровь вот поэтому значит мы ему порекомендуем церебру первое это потому что при циррозах при циррозах и вообще после гепатита у людей развивается энцефалопатия вот то есть поражение идет головного мозга ну как бы мозг тоже страдает в этой ситуации дальше он перенес два вирусных гепатита и b и d защит ему обязательно нужен тимус 2 причем не по 5 капель а по 10 по 10 по 15 капель 2-3 раза в день чтобы хоть как-то остановить этот процесс разрушения гепатоцитов дальше обязательно салютом опять же я не знаю в каком состоянии этот человек не знаю какие у него осложнения так далее поэтому начинайте с пол чайной ложки 2-3 раза в день до еды реликтум обязательно реликтум он начинает по полстакана по 1-2 капли на пол стакана не перебарщивайте не нужно все постепенно значит потом по капельке будете прибавлять или он сам будет себе прибавлять по самочувствию обязательно конечно печень и печени тоже ему не по 5 капель а по 25 ну здесь вообще как бы нету дозы потому что у него фиброз просто у него выхода не остается уйдет печеночная клетка разовьется печеночная недостаточность значит по 10-15 капель печени 2-3 раза в день значит дальше это почки потому что если функция печени у него нарушена но не нарушена вот то соответственно идет нагрузкой на почки по введению токсинов из организма и вообще значит людмила пришлите его анализ вы подробнее и самое главное самочувствие что у него но вот это основные препараты то есть ему нужно еще сердце конечно сердце нужно вот сосуды можно тоже назначить ему потому что наверняка у него уже и гипертонии есть вот но это все связано с распределение крови в организме просто вот то есть как как у него самочувствие на что у него жалобы это тоже все надо прислать но вот пока на это время вот эти вот препараты а дальше посмотрим так женщине 44 года чё нам аллергии аллергический бронхит на что химические вещества работают с ними болеет два года ну что я могу сказать надо уходить с этой работой потому что она каждый день на работе получает аллергены вот и не стоит и не стоит ее здоровья это работа просто вот конечно же она заработал заработает кучу неприятностей потому что она должна как только она уйдет с работы вот от этих аллергенов но перейдет хотя бы на другую работу есть сразу станет легче вот и может быть все это прекратится если нет значит это будут потом осложнения уже самих легких там уже может инфизема развиться и все что угодно и хроническая легочная недостаточность то есть как-то или просто у них неправильно охрана труда работает не могу вам сказать вот но в принципе вот это конечно очень плохо и поэтому что мы можем ей помочь ну тимус 2 она будет пить салютом будет пить легкий пить вот реликту обязательно выводить токсины организма силен с ангелом это тоже все хорошо ну понимаете она приходит на работу опять вдыхает эти токсины и у нее начинается все по-новому поэтому единственный правильный путь это уйти с этой работы вот чтобы не заработать уже серьезные осложнения вплоть до онкологии я понимаю что тяжело с работой ну что делать понимаете ну что делать она должна это выбрать сама так 53 года женщина полипа желчном пузыре по 6 миллиметров что делать или применять ну что я могу сказать 53 года полипом тоже не два дня поэтому обычно это делается следующим образом если полипы растут увеличиваются в размере их убирают вот но лучше конечно не ждать пока не начнут расти вот и если у нее как бы ничего не беспокоит если ничего не печени поджелудочные бедни беспокоит то она просто приходит хирургом и просит удалите и желчный пузырь потому что они все равно не рассосутся в этом пузыре вот и таким образом она проводит профилактику первичного рака печени вот поэтому здесь вот очень сложно понимаете здесь сложно все-таки уже 44 года ой не 44 53 года уже вот и как бы просмотреть что-то посмотреть в этом возрасте не хотелось бы вот поэтому береженого бог бережет я вам советую просто это все убрать наши препараты не печени желчные протоки вам к сожалению не помогут это этим полипа может столько же лет сколько и вам вот поэтому соберитесь духом и удалите их вместе желчным пузырем вот чтоб ни о чем не думать готовится можете реликтум пить салютом пить селен с ангелом пить пожалуйста готовьтесь к операции но лучше убрать тем более наверно вам советовали так молодая женщина 26 лет замужем вы детей потеряла интерес к жизни после смерти отца постоянно плачет не хочет жить не обращает внимание на детей мужа хотя посещает психолога и до этого психическими расстройствами не страдала но знаете что я могу сказать это какой у нас город то марина не знаю какой город но таких женщин обычно отчитывают церкви вот потому что здесь это все совпало видно она любил очень своего папу папа умер видно молодой если 26 лет вот и просто вот эта привязка осталась поэтому это надо в храм идти чтобы батюшка ее читал вот и убрал вот эти вот все вещи потому что ну вот здесь именно то о чем говорят отпустите человека она не может его отпустить вот и поэтому вот эти все сложности происходит психолог здесь ничего не сделает вот почему потому что это вот другой уровень другой информационный уровень вот я бы посоветовала где-нибудь где там поближе есть у вас даже не церковь а может быть монастырь какой-то вот в этом монастыре просто подъехать сначала самим спросить у нас в загорске таких отчитывают вот поэтому вот здесь вот нужно потому что это действительно она не притворяется ничего это действительно вот такая связь с отцом такая связь с отцом поэтому поэтому надо просто человеку помочь но вы можете церебру мы ей давать салютом давать но здесь нужно вот это вот как сейчас говорит привязку брать иначе ничего не получится да к сожалению да вот поэтому жалко конечно прежде всего детей и мужа вот поэтому здесь вот хороший хороший батюшка нужен вот который в этом деле понимает наши препараты тоже но здесь нужен батюшка просто так вот сколько всего бывает в этой жизни так ну что там еще вопросы есть давайте пишите у нас москве такая ужасная погода просто 0 наверное уже на улице так ну давайте пишите я вам все разрешала писать разрешила писать вопросы давайте так ну что там марина 5 марина что-то мне ничего не идет а меня вообще слышно я никому не вопросов не вижу новых так вот да слышно ну давайте вопросы задавайте так слышно слышно вот девушка 27 лет жидкость коленном суставе о господи ему что можно применять из нашей продукции но 27 лет жидкость это травма была какая-то это была у нее травма или она спортом занимается или просто была какая-то травма жидкость это отек воспаление вот поэтому конечно же нужно чтобы ее посмотрели травматологи вот они любят там вкалывать этим гормональные препараты вот но я думаю что здесь во первых надо купить на коленях на коленнике на коленник на ногу почему чтобы до дальнейшем не травмировать нет не травмировать колено вот значит сейчас вот значит не травмировать колено поэтому на коленник а на утром одевает пьет наши препараты силен ангел силен с ангелом пьет ну как обычно мы разводим дальше она принимает салютом и реликтум и убирает молочные продукты с глютеновой пищи чтобы не вызывать дополнительного отека и вечером приходит снимает этот наколенник и делает себе компрессы с салютом сначала набер но берет мочит марлечку прикладывать на этот сустав вот и сверху кладет целлофановый пакет и прибинтовывать это все эластичным бинтом минут на 30-40 а потом поверх этой марлечки она накладывает тоже марлечку такую побольше уже с реликтумом разведенном опять кладет целлофан и уже приматывает бинтом эластичным и спит всю ночь и вот так вот каждый день вот и постепенно постепенно у ней эта жидкость уйдет из коленки так можно ли по телефону и у мужчины с гепатитом спортом занимается работает лет десять гепатит но мы рады конечно что у него что у него вот такое хорошее самочувствие вот но фиброз 4 3 4 степени это очень серьезный но можете конечно позвоните на витин телефон все его знают вот он меня соединить скажите с любви фикторовны и у меня соединит понедельник после двенадцати ну вот потому что ну фиброз 3 4 степени просто так не ставят понимаете но я вам рассказывал уже про печень и говорила что печень это самый активный самый активно регенерирующий орган вот поэтому у него еще идет регенерация собственных клеток тем более он не пьет ничего хороший образ жизни ведет ну спорта знаете спортом я бы не очень рекомендовала ему заниматься с такой печёночной активностью но можно ходить можно плавать но там давайте не нужно перенагружать печень вот ничем в этой ситуации спорт должен быть очень спокойным вот и вот наши препараты то что я сказала ну пусть skype в 12 перезвонит мне и в понедельник я уже здесь буду и поговорю так так дальше смотрим что тут у нас так после удаления желчного пузыря что принимать сейчас одну секундочку значит операция была пять лет назад ничего не беспокоит есть тяжело ну и жога и беспокоит чушь нет ничего что должно быть там значит желчь после удаления желчного пузыря как вырабатывалась в желчных протоках полтора литра в день так она у вас и вырабатывается только раньше из нее выходила жидкость и она накапливала желчного пузыря теперь она течет напрямую в 12 перстную кишку поэтому всем людям которые перенесли удаление желчного удаление пузыря всем нужно пить хотя бы 1-2 раза в день печень и пить желчные протоки тоже хотя бы 1-2 раза в день и поджелудочную железу потому что к сожалению очень часто сопровождается панкреатитами вот вы его можете и не чувствовать но все равно проблема там небольшая есть изжога говорит о том что у вас часть желчи забрасывается в желудок поэтому не ешьте в начале еды никогда жирную пищу потому что на нее очень много выбрасывается желчи можно с утра попить предположим реликтума немножко потом печени потом желчных протоков вот старайтесь пить желчные протоки почему потому что чтобы не было вторичного камня образования в желчных протоках они могут быть камушки в желчных протоках вы это никак не почувствуете вот уж если камень перекроет желчный проток то представляете что будет вот поэтому всем советую у кого даже нету камней у кого не были тем более беречь свои желчные протоки потому что мы когда принимаем печень желчные протоки мы проводим профилактику первичного рака печени с вами самое главное наша задача вот поэтому всякой гадости мы дышим много пьем много и так далее и так далее поэтому будьте любезны все это из организма быстренько выводить так если можно расскажите подробное оселение уходит никотиновая уходит никотиновая уходит никотиновая где тут у меня уходит ну наверное никотиновая зависимость ну селен вообще это очень интересный микроэлемент он в природе находится в почве ну мы с продуктами питания получаем но очень мало конечно его получаем вот для чего нужен селен селен это вещество которое у нас он сделан из бразильского ореха абсолютно натуральный соответственно вот он как бы у нас в организме каждая клетка вырабатывает определенные ферменты или получает определенные ферменты у нас более пяти тысяч в организме ферментов это только открытых то есть когда мы начинаем с вами есть пить и не только начинаем вообще ферменты нужны это санитары нашего леса нашего тела то наши поджелудочные железа наша печень кишечник начинает синтезировать ферменты которые помогают переваривать пищу помогает переваривать микробов ну вообще куча всяких функций и вот в каждой клетке нашего организма есть такая как бы подстанция не знаю как назвать ну место короче которое ждет селена поскольку селен активирует огромное количество биохимических реакции и синтеза ферментов в нашем организме ну вот всем известный пример это щитовидная железа но все говорят надо соль есть надо йод там блин не соль а йод надо есть ой и вся страна ест йод в любом возрасте причем вот но никто не говорит что йод усваивается натуральный мы говорим про натуральный йод морской рыбе морская иодированная соль про препараты я вообще с йодом не говорю потому что их просто пить нельзя вот но это уже другой разговор значит и для того чтобы ваш йод попал в щитовидку что нужно нужно чтобы он сел на селен и доехал в щитовидную железу вот поэтому когда вы принимаете селен с ангелом вы запускаете все метаболические реакции в вашем организме то есть вы запускаете синтез стереоидных гормонов это самые активные гормоны вы запускаете детокс в каждой клетке вашего организма ну вы я вам читала тоже презентацию по матриксу и вы знаете что у нас с вами там на 70 килограмм веса там чуть ли не 30 литров внутри и вне клеточной жидкости даже больше вот поэтому чтобы все это активировать и выводить все токсины и заводить реакции в организме биохимически нужен селен плюс это сердце в японии кажется или в китае была болезнь вот поражение сердца оказалось это дефицит селена поэтому это очень полезное вещество которое работая в нашем организме помогает очищать выводить клеткам токсины из него и так далее и так далее очень много функций у меня даже где-то целая книжка есть сейчас я посмотрю вот она так и называется видите какая интересная микроэлементы в иммунологии и онкологии вот и селен является лучшим препаратом для профилактики онкологических заболеваний потому что он настолько активен а клетка раковая она ненавидит кислород она любит все это делать без кислорода поэтому куда приходит кислород куда приходит селен туда приходит кислород приходят все биологически активные вещества и не дают этой даме размножаться вот поэтому селен это еще плюс к тому ко всем его функциям он еще обладает такой функцией что и занимается профилактикой онкологии поэтому конечно же что селен вот по уходит негативная зависимость это как раз говорит о том что у человека улучшаются биохимические процессы и в мозге в частности вот потому что все курильщики они же понимаете есть проблемы с питанием мозга и не только вот а когда куришь всегда много надо никотиновой кислоты и селена вот поэтому естественно что селен который мы с вами принимаем он участвует вот в такой в целом ансамбле у меня даже где-то эта презентация есть посмотрите вот там и синтез половых гормонов и где он там только не участвует везде короче у нас был препарат один с селеном когда стали давать женщины начали беременеть которые не беременели вот так что это очень древний продукт и поэтому самое главное он у нас в усвояемой форме вот а в таблетках он не усваивается так дальше смотрим так сейчас давай женщине 59 лет и что дальше Елена Мурманск что Елена Мурманск женщине 59 лет что с этой женщиной 59 лет ну что 59 лет я уж не помню что там 59 лет так меня беспокоит мой язык чешется болит горит постоянно чего никто не может поставить ну а вообще вы знаете трудно конечно так сказать вы хотя бы с написаны вы сказали какого он цвета там у вас вот значит там бывает это малиновый язык такой он весь малиновый гладкий чешется болит горит не понимаю что такое постоянные авты не понимают ДС никто не может поставить мазки языка анализа все отрицательные что можно принимать из вашей продукции возможно или из лечения но язык понимаете это тоже лицо желудочно-кишечного тракта по бокам идет толстый кишечник в середине там тонкий кишечник и так далее не думайте что язык это вам просто язык то есть он у вас показывает что у вас ужас творится на уровне желудочно-кишечного тракта и каких-то питательных веществ вот часто это бывает ой какой же это болезнь это малиновый язык малиновый язык забыл какое заболевание но тоже дефицит какого-то витамина вот поэтому пойдем значит от того на что вы как бы жалуетесь первое что вам нужно это конечно изменить свое питание то есть раз он у вас там весь чешется весь непонятно какой значит там может быть грибковая инфекция но ничего не выявили ну вот ну и что что ничего не выявили значит по одному мазку анализ не поставишь вот то что язык показывает ну знаете как говорит симптом идет изнутри то есть то что вам организму вашему не нравится он не может до вас достучаться вот он вам изменил всякие ощущения на языке там сосочки всякие находятся и так далее и так далее и так далее много всего поэтому первое это делаем нормальное питание то есть вы убираете все молочные продукты то что я говорила глютеновую пищу вы убираете все полуфабрикаты вы ничего этого просто не едите значит натуральное питание овощи каши гречневые в основном вот глютеновая пища уходит уходит посленовые вещи картошка помидоры и перцы все они очень аллергенны очень эти продукты очень сложно перевариваются убираете красную рыбу и икру значит у вас остается овощи у вас остается рыба морская белая у вас остается курица и так далее дальше вы покупаете в магазине и виталию хотите в капсулах хотите в чем хотите и пьете ее постоянно то есть явление дисбактериоза у вас на лицо потом вы покупаете салютом и начинаете полоскать им рот то есть вы берете чайную ложку и минут пять полоскаете салютом им рот потом глотаете потом разводите реликтум и также реликтумом полоскайте свой язык потом глотаете реликтум разводите где-то пять капель на полстакана воды вот этим полстакана полоскайте свой рот два-три раза в день потом реликтум глотаете значит потом вы берете ангел с селеном разводите на 200 миллилитров воды капель 30 селена и капель 10 ангела и тоже полоскайте свой язык потом глотаете это все почему потому что нужно помогать то есть мы помогаем с вами внутренним органам и в то же самое время мы убираем патогенную микрофлору потому что когда мы с вами рот закрываем особенно вечером у нас во рту вся микрофлора начинает размножаться доступ кислорода закончился и все ребята начинают размножаться поэтому когда человек встает у него утром запах изо рта из-за того что там размножалась всю ночь микрофлора вот и все вам тоже это нужно убрать затем вы берете ой блин напугал затем вы берете тимус-1 тоже разводите его на небольшое количество воды где-то на пол рюмочки маленькую рюмочку самой возьмите и туда капаете 5 капель тимус-1 и тоже полоскаете свой язык вам все лекарства через полоскание ротовой полости вы можете проводить дальше значит у вас идет печень идет поджелудочная железа и почки все то же самое разводите там в рюмке воды 5 капель печени полоскаете глотаете почки то же самое разводите полоскаете глотаете два-три раза в день и поджелудочную все то же самое вот правильно питаетесь так что мы там еще забыли реликтум салютом селен с ангелом значит тимус-1 печень почки с поджелудочной и и виталию пьете по одной по две капсулы два-три раза в день вот и наблюдаете за собой и правильно самое главное питаетесь вот в течение двух-трех недель или обострение произойдет в течение нескольких дней а пойдет если произойдет обострение это просто шикарно потому что я вам объясняю всегда что обострение это гомеопатической реакции то есть ваш организм должен найти то место где сидит кто-то и мешает вам жить вот значит как вы только если получаете обострение вы ничего не бросаете вы продолжаете все это пить и понимать что организм нашел ему нужно помочь эту дрянь из вашего организма вывести вот поэтому это у вас длительный будет процесс потому что не первый год у вас что-то происходило да и самое главное арахис уберите потому что арахис заражен арахис всем говорю арахис не есть он заражен грибами вот и таким образом вы отмоетесь постепенно микрофлора восстановится и дай бог ваш язык пройдет дай бог вот чем чаще будете полоскать тем быстрее я думаю он будет у вас проходить вот и на тонком плане на тонком этом плане знаете о чем говорят это вещи все не нужно есть что-либо вот понимаете что-либо не нужно есть и говорить с кем-либо не нужно вот подумайте с кем вы не то ели и говорили с кем не то у меня презентация дожди метро едут еще телефон так поняли меня значит все у кого что-то происходит вы всегда думайте с кем вы поговорили и с кем лучше не говорить с кем-либо и есть что-либо понятно да что обычного цвета так так сейчас я посмотрю другая а вот что обычного цвета не поняла а обычного цвета ну если тем более он обычного цвета это не то о чем я подумала вот если он обычного цвета то это скорее всего дисбактериоз и какие-то проблемы с кишечником вот с кишечником вот с кишечник печень давайте мы вот это все что я вам говорила вы пополоскаете значит значит анна и сами разберетесь после чего вспоминайте когда у вас первый раз что-то появлялось знаете это длительный процесс за один день язык не болит там огромное количество сосочков которые у нас отвечают за чувствительность вот поэтому это очень давно процесс формировался я не шучу так сейчас одну секундочку так какой то здесь интересный вопрос так после применения визума через 3 месяца стала идти слеза на холоде что это может быть ну вы знаете на холоде на холоде у многих слеза идет вот это ничего страшного просто ветер дует слизистая роговица у нас с вами с каждым годом становится все нежнее и нежнее поэтому я сама когда иду особенно ветер лицо у меня тоже текут слезы ничего страшного в этом нет вот стали читать без очков вот это приветствуется лето наступит весна и слеза пройдет капайте может быть у вас просто небольшое изменение самой роговицы трудно мне сказать вот но это точно никакого не имеет отношения к патологии глаза самое главное так стала читать без очков вот это хорошо рекомендую делать перерыв 5 дней при приеме визума это ну визум да там написано что можно делать перерыв 5 дней но это в основном у кого в основном у кого в основном у кого катаракта вот у них там просто появляется как бы мути очень много появляется в глазах они пугаются все а я предположим не делаю перерывов ну и что подумаешь у меня нету катаракта я не делаю перерыва а у кого глаукома зачем делать перерывы а у кого диабетическая ретинопатия там точно было сказано если вот при катаракте вот а так в принципе да женщине 70 лет дискоидная красная волчанка лежит в больнице стала повышаться отдать чем помочь ну вы знаете красная волчанка женщине 77 лет она и болеет уже на 70 лет этой красной волчанкой стало повышаться давление ну там надо смотреть это же поражается весь организм при системное это системное заболевание вот поэтому она лежит в больнице пускай доктора разбираются что это давление связано с сердцем или с почками наверняка там ей помогут ну вы можете ей порекомендовать сердце и сосуды а так 77 лет это уже давнишняя тема вот можете ей порекомендовать из наших препаратов тимус 2 надпочечники немножко только вот надпочечники ей очень нужны вот и тимус 2 тоже по 5 капель 2-3 раза в день сердце сосуды женщина 53 года при приеме визума началось вытекание гноя из глаз как ей помочь 25 раз повторяю что когда вы начинаете закапывать визум у вас восстанавливается иммунная система вашей слезы когда иммунная система восстановилась слезы то любая инфекция которой женщина болела за свои 53 года и которые находятся в межклеточном пространстве она начинает эти микробы все уничтожать ваша иммунная система поэтому то что у женщины появился гной говорит о том что эта дама болела ринитами атитами может быть даже гайморитами уж про грипп и ОРЗ я не говорю поэтому гной выделяется выходит инфекция которая у нее находилась практически в глазах а глаза это головной мозг на секундочку поэтому она капает до тех пор пока эта инфекция не перестанет выходить вот и все то есть долго тем более 53 года она проводит профилактику поражение роговицы она проводит профилактику катаракты и она проводит профилактику глоукомы и поражение сетчатки а то что у нее стал вытекать гной еще раз повторяю это гомеопатическое обострение которого мы ждем она попала в свою болячку или в болячки и сейчас они просто разрешаются у нее без всяких антибиотиков без всяких мазей и так далее вы привыкли все ну к сожалению это вот аллопатический подход и у населения тоже такой аллопатический если у меня что-то где-то течет из носа из глаза я должен что-то закапать чтобы это перестало течь а на самом деле организм освобождается от инфекции от болезни через гной через сопли через другие выделения и когда вы попробуйте заткните где-нибудь ну там не знаю в трубе поставьте затычку и у вас эту трубу разорвет то же самое в организме организм выделяет инфекцию из себя если вы возьмете и прекратите намажите какой-то мазью или еще чем-то закапаете антибиотиками болезнь уйдет вовнутрь и дальше будет сидеть потом опять визуном начнете капать поднимите иммунку у вас опять потечет потому что а куда им удевать это все понимаете это же ваше все хозяйство то вот поэтому еще раз когда люди начинают закапывать капли в глаза принимать любые наши про нашу любую продукцию и получают смс изнутри смс изнутри от любого внутреннего органа от печени от почек от желчного пузыря и так далее от кишечника там привет может быть поносы так далее все что угодно это говорит о том что организм нашел проблему и ее решает вы должны просто радоваться этому понимаете потому что болячку нашли и организм ее будет из вашего организма удалять вот это о чем говорит это не говорит о каком-то заболевании или еще что то это называется гомеопатическое обострение и гомеопаты его ждут то есть если доктор правильно подобрал препарат то всегда все потечет просто потечет и вот это потечет этого и ждут значит инфекция найдена и удаляется так что мы поздравляем вашу даму у нее очень хорошая иммунная реакция это так и называется хорошая иммунная реакция и вы никогда не пугайтесь вы тоже все начинаете пугаться не надо пугаться мы этого ждем мы для этого и назначили препарат мы для этого и назначили препарат чтобы чтобы вот мы для этого и назначили препарат чтобы ей помочь и чтобы да нет у меня у меня презентация это Зуги Георгиевна наверное позвони ей Вить я могу мне там кто-то по телефону звонит я не могу выключить его видите на ночь вы сбоку на безву вот здесь вот переключает он всю часть я его выключу просто позвони Зуги Георгиевне вот поэтому ничего в этом страшного нету абсолютно ничего страшного нету мы рады за дамы так ну давайте так давайте еще вопросы задавайте значит очень часто то же самое бывает на реликтум начинают принимать реликтум и у них появляется неприятное ощущение в брюшной полости у них появляется понос появляется рвота все боятся чего-то сразу ой мне стало плохо называется молитесь Богу что организм что-то нашел и показал и показал вам где все это находится так рассказывали пить бактериофак от пробок в горле а какой именно нет не надо в интернете ничего смотреть вы просто приходите в аптеку и говорите мне нужен бактериофак при хроническом транзилите все и вам в аптеке дадут тот бактериофак который вам нужен в интернете ничего не смотреть так и лор потом после него брызгать женщина 66 лет 3 дня высокое давление не могу понизить ими шимической боли сердца могла спровоцировать неправильный прием продукции пила пила все по 15 капель два раза две недели что значит все что у нас все препараты наши пила все прям 35 препаратов ну во первых сейчас ужасная погода все люди как это называется метеозависимые тем более значит при ишемической этой аритмии и так далее поэтому человек должен пить свои лекарства у вас есть лекарства которые вы принимаете при повышенном давлении когда прыгает давление был новый год сегодня старый новый год одни праздники сплошные поэтому когда начинает повышаться давление вы сразу должны на что переходить на воду ничего не солить никакого сыра никакой колбасы никакого масла никаких сметан ничего пост короче курица рыба и овощи ничего не солить ничего не маслить иногда человек просто перегружается натрием перегрузился натрием подпрыгнул давление ничего страшного можно выпить мочегонных если у вас есть мочегонные там или гипотеозит или диувер ну что-то такое мягкое только мягкое утром предположим выпить 2-3 дня подряд пьете гипотеозит 25 миллиграмм по одной таблеточке три раза утром выпили у вас вода сойдет давление будет нормализовываться то есть первое надо всегда значит исключать вот эти моменты когда человек переедает соли когда человек переедает жирной пищи сладкой пищи и так далее все сначала идет по-простому и пьете свои лекарства какие у вас лекарства 170 на 100 уж не такое высокое давление вот значит мерцательную аритмию мы не трогаем вот значит пьете P1 и P2 выпили свои лекарства от давления выпили гипотеозит выпили свои лекарства от давления и минут через 20 вы выпиваете P1 где-то капелек 10 под языком рассасываете потом опять наливаете водички выпиваете P2 капелек 10 под языком рассасываете и так 2-3 раза в день как вы пьете свои препараты вот дальше вы значит из наших препаратов ну что там реликтум он не может вызывать повышение давления я просто не могу понять что вы там еще пили значит всю продукцию перейти пить по 5 капель может быть чистка пошла вот может быть еще что-то пошло я же не вас даже не вижу ну 66 лет и что вот поэтому первое это питание второе просто полежать знаете просто хорошо помогает когда полежишь поваляйтесь в постели пару дней целебрум обязательно визу у глаза это все продолжать почки обязательно печень это все оставляйте вот и ничего не пейте лишнего уберите еще и жидкость только фрукты фрукты овощи вот это вот все вот и посмотрите что через 2-3 дня у вас давление начнет нормализовываться ничего страшного и все наши препараты перейдите на 5 капель мне надо много 66 лет это вам показало что у вас еще неплохая энергетика в организме и поэтому нужно все постепенно не нужно по 15 капель ладно по 5 давайте по 5 так скоро появятся новые препараты скоро появятся новые препараты буквально наверное на следующей неделе да Витя черт препараты на следующей неделе появятся новые да вот они уже все есть скоро будут да скоро будут значит в каждой руки по 2 штуки в каждой руки по 2 штуки сказали значит будет у нас успокаин и гипоксин ну по другому называться и все пока и антиварикоз еще будет значит ну поскольку мы естественно всех их сами пробовали и пробуем и пьем их уже могу вам сказать значит успокаин всем можно классная штука вызывает релакс такой вот у кого где-то сосудистые дистонии вместе с церебром шикарно вообще просто шикарно работает значит а гипокси это вообще уникальный продукт который улучшает работу наших митохондрий во всех клетках нашего организма потому что митохондрия это ваши электростанции которые вырабатывают энергию в нашем организме а салютом ее переносит с помощью пентомеров волерофена поэтому шикарная штука выпиваешь целый день ходишь добрый веселый и счастливый вот ну как появится мы вам скажем женщине 39 лет дисплазия соединительной ткани нарушение гена коллагена ой что по ним принимать женщин 30 лет дисплазия ну вот вы пишите не знаю это где-то не не от нас это чехословакия мне кажется ну вы пишите вот это вот все а жалобы понимаете ну жалобы какие жалобы я прям не знаю сколько вас учить ну что мне дает женщине 39 лет дисплазия соединительной ткани ну и что а жалобы какие ой сколько я вас могу учить уже год учу полтора а значит этой даме этой даме значит селен ангел и кости значит это все наша соединительная ткань селена 40 капель ангела 20 капель кости по 10 капель 2-3 раза в день дальше с салютом значит поскольку это генетический модифиций ну это генетическая какая-то проблема то с салютом он будет ей восстанавливать энергетику тканей вот будет восстанавливать обменные процессы запускать вернее не сам салютом а он будет восстанавливать биохимические процессы в ее органах поэтому начните с чайной ложечки а потом дозу увеличивайте можете по одной чайной ложечке 2-3 раза в день тимус 2 конечно поскольку это аутоиммунный процесс по 10 капель тимуса 2-3 раза в день реликтум обязательно потому что он содержит все необходимые для организма нашего витамины микроэлементы и аминокислоты поскольку у нее страдает мышечная ткань так значит и ну все что касается я не знаю просто что там с менструальным циклом что там щитовидной железой мне трудно сказать вот но гормоны тоже очень влияют на синтез коллагена и эластина поэтому если можно то закапывать ей значит из церебромов обязательно мелатонин церебром 2 значит дальше щитовидную железу надпочечники вот и если у нее есть там проблемы с менструальным циклом то с первого по 14 день яичники и матку ну вот такой вот комплекс а дальше посмотрим будет презентация по новым препаратам значит мама в детстве переболела остеомелитом остались следы операции сейчас у нее трофическая язва на ноге и деформирующий артрит я второй месяц делаю ей обертывание ноги реликтумом салютом декорисом что еще можно сделать ну вот будет третий препарат значит антиварикоз но это на самом деле препарат который не только на на варикозно измененные вены действует я вам хочу сказать что это препарат действует на все он убирает отеки он убирает неприятные ощущения как мы говорим ноги уставшие ноги вечером он улучшает микроциркуляцию вот поэтому всем у кого есть курильщики сахарный диабет все у кого есть там звездочки не звездочки на ногах венозная недостаточность все что хотите трофические язвы можете вечером прямо на тампончик и смазывать свою ногу но помыли ноги и смазывайте их легкость появляется очень хорошо себя начинаешь чувствовать вот поэтому вашей маме конечно же значит ангел селен и кости потому что у нее артрит плюс у нее остеопороз конечно там уже не молодая кости обязательно добавьте правильно делаете что ей делаете вот эти обертывания сердце сосуды надо добавить конечно же вот потом вот этот антиварикоз и я не знаю где вы живете гузель вот ну попросите может быть или где-то у вас тоже вдруг есть можно заказать по интернету есть такая такой гель называется литоцвет гель еще раз говорю литоцвет это лито ну да лито не то лито цвет это гель который делают из гребешков кур и там еще находится специальный антибиотик вот и вы берете значит прикладываете тампон ну вот диск ватный сначала смачиваете хлоргексидином прикладываете вот в это место где у мамы есть вот эта язвочка затем вы берете другой диск тоже наносите хлоргексидин и сверху из тюбика там такой тюбик специальный выдавливаете литоцвет и прикладываете к этой трофической язвочки и потом аккуратненько бинтом прибинтовываете одеваете на нее хэбэшный чулок вот и она таким образом ходит или спит чтоб это все не сваливалась вот и так делаете утром вечером ей вот такие вот вещи вот плюс можно еще конечно наши тоже все вещи эти делать то есть что там у нас реликтуум салютом декорисом хорошо вот надо улучшить потому что любая трофическая язва это ухудшение микроциркуляции вот нарушение микроциркуляции поэтому вообще имейте ввиду литоцвет это уникальный наш тоже российский продукт у кого есть дома должен быть у каждого у меня дома просто в холодильнике лежит не дай бог обожглись помазали причем кожа растет прям под ним не дай бог что то вот у вас воспалилась там десна рука нога там вот трофическая язва просто делайте вот как я вам говорю хлоркиксидин сначала обработали потом приложили сахарный диабет у всех должен быть дома потому что тоже все трещины заживают хорошая штука с нашими препарату с салютом реликтуумом будет еще лучше работать вот поэтому пожалуйста лечите свою маму вот артрит это как раз деформирующий но это понятно что это нога пострадала и там вот ну вот и будет маме вашей хорошо может трофическая язвочка пройдет и когда презентации что ли когда ну как появится препарат на следующей неделе проведем с вами или во вторник или в пятницу следующую я вам прочитаю презентацию соскучились по презентациям я смотрю готовимся готовимся к приему ваших врачей наших вот поэтому сейчас очень сложно так ну что семь часов вопросы будут еще вот еще вопросы есть перенесла семь лет назад инсульт ходить не может кровь ой сейчас подождите так не может целый день только сидит наши препараты пьем ну господа семь лет прошло вы знаете вот будет еще гипоксия будет успокаин семь лет это очень большой срок не разрабатывали и так далее и так далее но еще неизвестно какой инсульт был поэтому господа ждите я ничего вам не могу так сказать семь лет это очень большой срок я понимаю там семь месяцев семь лет это очень долго беременность 14 недель женщине 34 года сгущается кровь норма 4 а у нее 9 врач не выписывают курантил что наше лучше давать нет это неправильно поставленный вопрос женщина должна идти гематологу какое отношение идет имеет гинеколог вообще к этим ко всем вещам она должна взять направление и бежать гематологу просто бежать понимаете бежать гематологу врачу который занимается кровью мы в этой ситуации ничего не можем сделать почему потому что это беременность не забывайте это беременность и свертывающая система крови это 24 фактора свертывания крови женщину нужно обследовать потому что могут быть тромбозы и так далее ребенок может погибнуть она сама может погибнуть поэтому без всяких и ни в коем случае гематологу пускай берет направление и идет гематологом срочно просто бегом ничего не давайте пока не будет поставлен диагноз я вас умоляю просто ее надо будет наблюдать всю беременность и особенно 14 недель это еще маленькая беременность когда матка начнет расти если начнет расти вот поэтому женщине 34 года гематолог без фантазии я вас всех прошу все что связано с кровью это все очень серьезно ой не дай бог так ага так маме 77 лет второй год страдает дисконтной красной волчанкой а второй год поражена правая часть лица сплошным очагом ни преднизолон ни плаквилин ни им март ни иглоукалывание не помогает мучает жжение зуб покалывание могут ли помочь препараты ну откуда же я знаю могут ли помочь наши препараты если даже гормоны не помогают вот значит ну что я хочу сказать в этой ситуации значит что мы порекомендуем вашей маме ну во первых вовнутрь тимус 2 тимус 2 вот потому что это все таки иммунное заболевание вот системная красная волчанка да вот лицо значит пьет салютом вовнутрь тимус 2 тоже вовнутрь по 5 там по 5 по 6 капель дальше пьет реликтуум обязательно пьет надпочечники по 5 капель 2-3 раза в день там с давлением смотрите вот и ну печень почки это понятно в общем это она все пьет вот наружу наружу она тоже вы делаете прикладывание значит на всю вот эту вот на ее очаг который есть на лице берете марлю разводите свежий реликтуум там на четверть стакана ну сколько там нужно есть чтобы марлечка была мокрая вот значит пять капель реликтуума и прикладываете к лицу и сверху целлофанчик она ложится на кровать вот там на подушечку вы на ту половину где есть кладете и так минут на двадцать тридцать после этого вы его не выбрасываете берете делаете такой же целлофанчик из салютома ну не целлофанчик а из марлечки тоже с салютом вот и сверху это потом целлофан и она тоже минут пятнадцать полежала и потом туда же кладете еще раз на салютом уже не снимая реликтуум кладете и еще она лежит что ей делать пускай сама себе это все и делает вот и потом в конце она снимает эти марлечки и пшикают декорисом и так как начинает чесаться у нее так она себе все это дело и прикладывает и посмотрим что получится потому что преднизолом не помог отек снять с воспалением а значит все остальные препараты не пока у шигулка я вообще не знаю зачем вы это делаете вот и посмотрим как она пойдет недели через две три будет результат значит так и будете ей все это дело прикладывать это все изнутри идет у нее какая-то острая ситуация вы понимаете острые антитела вот накопились поэтому тимус 2 даже знаете что ингаляции можно поделать ей нейбулайзер ультразвуковой и значит наливаете два миллилитра салютома и через час после еды она им дышит салютомом никак не уйдет от иммунной агрессии в семь семь лет очень редко такая штука вот и она дышит салютомом вот через час после еды минут десять-пятнадцать потом через день вы ей делаете тимус 2 также на два миллилитра физраствора капель 6-7 тимуса 2 и она тоже им дышит и вот так вот делаете один день отдыхает потом опять салютом потом тимус 2 потом опять салютом опять тимус 2 и посмотрим как она на это среагирует а надпочечники еще обязательно то же самое два миллилитра физраствора и пять-шесть капель надпочечников вот и то же самое все это вот и она делает эти примочки себе на лицо надо вытаскивать через кожу эти антитела и внутри их гасить вот как раз ингаляции очень хорошо будут гасить изнутри потому что видите раз не помогают препараты значит у нее очень сильная какая-то аутоагрессия идет очень сильная вот поэтому и надпочечники надо и все вот это старайтесь старайтесь вот системная красная молчанка сосуды еще сосуды еще ее попоите сосудами нашими сосуды сердца вот вот так что давайте попробуйте а дальше посмотрим напишите очень интересно сдавала гематологу ну вы знаете если она сдавала гематологу то значит если ей ничего не назначают то ничего не нужно потому что она же беременная все лекарства имеют кучу противопоказаний поэтому они наверное хотят посмотреть что будет дальше в следующих там на 15 на 16 неделе ну вы поймите это же ребенок что ж ей назначат а он там получит какие-нибудь эти уродства потом это же ребенок 14 недель только все органы сформировались у него вот поэтому не торопитесь общайтесь только с гематологом вот и пускай он вас наблюдает если ничего и наши ничего пока не пеньте пока не понятен диагноз ничего не пейте ну салютами только салютом по 5 капелек под язычок два три раза в день давайте просто с вами там потому что он вообще как бы он восстанавливает просто систему он на все будет хорошо действовать давайте по 5 капелек только салютом больше ничего я вас прошу не надо потому что потому что это беременная женщина, понимаете, мы отвечаем за два человека, за ребенка и за мать вот, и пускай общается с гематологами никуда не лезьте в никакую нетрадиционную медицину, никуда вот, я еще раз говорю потому что это жизнь двоих людей и матери, и ребенка есть новые рекомендации при различных забываниях нашими продуктами ну, какие новые рекомендации, нет никаких новых рекомендаций, по 5, по 10 капель в зависимости от самочувствия, здоровья и так далее ничего нету, все работает на этих дозах, как и работало бывает индивидуальные особенности ну, это, знаете, каждый себе может назначать наши препараты это же не аптека поэтому кто-то пьет 5 капель, кто-то 15 пьет, кто-то столовыми ложками салютом пьет с селеном понимаете, у всех свой энергодефицит в организме вот, а поскольку нашими препаратами ничего нельзя навредить ничего нельзя передозировать ну, естественно только вызвать гомеопатическое обострение ну, извините, это же прекрасно поэтому здесь каждый может применять их в принципе по своим вот ощущениям ничего вы навредить не можете им так, сегодня у всех плохая связь или только у меня не знаю надежда у всех хорошо пишут так, дорогие мои сегодня пятница хочется домой сегодня Новый год давайте я вам пожелаю хорошего старого Нового года вот чтобы у нас на следующей неделе появились новые продукты чтобы я вам прочитала презентации по ним вот и вы еще были мудрее, здоровее и бодрее вот желаю вам вот чтобы вы еще были у нас бодрее, мудрее и здоровее вот прям пришла скороговорка с праздником всех поздравляем ждем докторов к нам вот готовим для них много сюрпризов и тогда ну ладно последний вопрос женщине 52 года значит год назад была поставлена для нас диагноз открытоугольная сейчас подождите открытоугольная глукома левого глаза сделали лазерная иридотомия правый глаз глукома с нормальным внутриглазным просто после иридотомии давление опять высокое препараты не помогают открытоугольная или закрытоугольная ну что я вам могу сказать по глукоме очень коварное заболевание может быть у ней была не открытоугольная глукома а закрытоугольная ну мне трудно сказать я же не окулист и потом истории не вижу что там было поэтому что мы можем посоветовать этой женщине вот тем более трогали радужную оболочку ну в общем вот давайте мы будем вот в этот глаз где у нее опять давление подскочило мы будем капать 3-4-5 раз в день визу в нос пшикать церебром и сосуды лить и салютом будем пить вот и в тот глаз где у нее нормальное внутриглазное давление правый глаз главное глукома с нормальным внутриглазным давлением не бывает глукома с нормальным внутриглазным давлением значит вы тоже в него капаете 3-4 раза в день визу тоже церебром капаем в каждую ноздру пшикаете по 2-3 пшика 2-3 раза в день значит и пьете сосуды пьете сердце пьете салютом пьете реликтум потому что глазных болезней не бывает в отрыве от организма и самый главный препарат это почки значит и таким образом значит поскольку глукома это сдавление глазного нерва к сожалению если сейчас это не не убрать отек и не нормализовать давление вы знаете я вам хочу сказать очень хорошо помогают пиявки при внутриглазном давлении ставятся они вот сюда вот сюда с одной стороны и с другой стороны ставятся прям сюда и ставятся за ухо пиявки ставятся на область печени прям вот знаете вот по печени вот так вот по потребению идет и на копчик великолепно совершенно работает найдите в своем городе вот у кого у дамы повышенное внутриглазное давление найдите хорошего врача который знает пиявок вот и поставьте себе несколько сеансов этих пиявок на вот еще раз показываю вот сюда за ухо на область печени и на копчик вот и вы увидите что из вас пиявки высосут дурную кровь впрыснут вам более 40 видов ферментов которые улучшат микроциркуляцию вот и наши препараты быстрее подействуют и вы себя будете лучше чувствовать и в следующий раз как только у вас начинает повышаться давление опять идете на пиявки там у вас со свертывающей системой крови может еще что-то быть в общем короче давайте пиявочек себе на тело посадите все дорогие мои значит всем желаю здоровья берегите свое зрение потому что зрение это самое главное особенно для зрячих людей старайтесь вот берегите свои глазки вот ну до вторника всем удачи спасибо большое спасибо Продолжение следует...